Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко, и у меня сегодня в гостях Светлана Шумайлова, директор Музея Циолковского авиации и космонавтики. Добрый день. В простонародье, что называется, как мы его все привыкли называть, детский космический центр. Да. Но на самом деле это музей, полноценный музей, да? Да, конечно. Это музей, состоящий из двух больших зданий, из множества экспозиций. Историческое здание, где жил Константин Эдуардович Сиолковский, и здание детского космического центра, который мы уже все видели и заприметили в нашем городе, где точно так же есть музейные экспонаты, и в то же время очень много иных функций для детей, для взрослых, для молодежи, которым наполнено содержание космического центра. Хорошо. Светлана, чтобы уточнить, расскажем о том, что, собственно говоря, там историческое здание, оно рядом же и расположено. Да, да, абсолютно. Надеюсь, многие кировчане это знают, но те, кто не знает, там, теперь сориентируются. И вот мой первый вопрос. Программа называется «Разговор по делу». Мы разговариваем в эфире о том, чем занимается человек, чему посвящена часть его жизни. У некоторых моих гостей это бывает, там, почти вся жизнь. Что такое детский космический центр, что такое музей Циолковского сейчас? Ну, музей Циолковского, ему уже 30 лет, поэтому наверняка каждый школьник, каждый взрослый человек был в экспозициях этого замечательного музея, где, конечно, рассказано о наших земляках, которые в отрасли космонавтики трудились или трудятся до сих пор, о тех космонавтах, которые связаны с нашей Вятской землей. И экспозиция, где, прям в тех помещениях, где жил сам Константин Эдуард Циолковский, когда со своей семьей проживал здесь, на Вятке, в 19 веке. Детство ведь у него пошло. Да, детство и даже часть отрочества было здесь. Затем он, конечно, уехал, возвращался сюда, здесь работал репетитором, но большая часть его жизни связана с Калугой. Но мы считаем, что, без сомнения, большой период, когда становление человека происходило, оно прошло на Вятке. Ну, а детский космический центр – это большой многофункциональный культурный центр, где огромное количество возможностей для детей, молодёжи и взрослых. И я бы хотела подчеркнуть именно, что для молодёжи и взрослых, поскольку космос, ну, сама по себе тема сложная, мы пытаемся её адаптировать к детям, к их возрасту, потому как, ну, надо первое знание, получается, об астрономии, о космосе, о инженерных специальностях именно в раннем возрасте, школьном возрасте. Но интерес к самой именно отрасли, конечно, больше у молодых людей и у взрослых. У нас есть прекрасные экскурсии для разного возраста и возможность абсолютно даже профессиональному человеку, ну, там, инженеру, например, реконструктору, найти своё удивление в рамках той экскурсии, которая ему будет предложена. То есть детский космический центр, не только детский? Не только детский. Он, вот мы на своём фасаде написали космический центр имени Виктора Петровича Савиных. Я считаю, что это правильно, поскольку есть очень много тем, которые не просто интересны и полезны, а будут, найдут отклик у взрослого населения. Слушайте, ну, а пользуются интересом вообще? Ну, по детям, понятно, это, наверное, организованные экскурсии, там, родители думают, куда сводить детей, как вариант рассматривать, а у взрослого населения, что называется, востребовано? Да, конечно. Особенно, конечно, в допандемийный период мы видели там живой интерес у различных организаций. Ну, во-первых, у нас очень много предприятий, которые связаны с нашим музеем. Это предприятия авиапромышленности, например. Ну, то есть у нас есть тесные связи с заводом Лепси, с заводом Эвитек. Люди, которые там работают, все бывали у нас. Мы делали совместные выставки, выставляли в нашем здании и нашли много нового в совместных проектах. То есть это взрослые люди, которые в этой тематике работают. Кроме этого, у нас есть соглашение, например, с Уфсином, который всегда своих сотрудников приводит к нам. Всегда, ну, все военные и силовики очень интересуются нашим музеем, нашим космическим центром, поскольку там очень много углубляющей информации, которая на сегодняшний день, мне кажется, будет интересна любому образованному, интеллигентному человеку, который что-то как-то хочет расширить своё сознание за счёт получения новой информации. Взрослых много, и мы этому очень рады. Более того, с введением пушкинской карты на сегодняшний день мы почувствовали, что и молодёжи это было интересно. Мы всегда с молодёжью... Востребовано используется? Востребовано. Востребовано, используется. Хотелось бы больше, но мы понимаем, что вот... Чем больше информации будет доноситься до молодых людей, тем больше будет интерес прихода к нам. Мы используем всякие возможности для того, чтобы ребят пригласить, поскольку они действительно думают, что это детский центр, и мы им пытаемся рассказать о их возможностях. По пушкинской карте молодёжи много. Придут. Слушайте, ну вот давайте так. Вообще, как бы, интерес к космосу. Мы с вами застали те времена ещё, когда любой полёт космонавта, это было всенародным событием для всей страны. И взлёт, и посадка. Я помню эти кадры с места посадки. Вся страна сидела у телевизора, смотрела, гордилась. Мы знали всех космонавтов по имени и отчеству. Сейчас, ну не будем отрицать того, что это стало достаточно таким рутинным процессом. Сейчас проси, ну даже меня, кто на орбите там, я скажу же, интернациональный экипаж, но уж по фамилии это точно не зову. Вот это, ну, это с одной стороны естественный процесс, да. То есть космос вошёл в нашу жизнь, мы уже пользуемся его технологиями, GPS, мобильная связь, да, скоро это будет интернет, доступный по всей территории планеты. Но мне интересно вот с точки зрения всё-таки детей и юношества, да. Понятно, что такого романтизма, как это было в наше время, там, да, что все хотели быть космонавтами, и это не шутка, там, у каждого такой период был. Как сейчас относится? Чем, что привлекает, что интересно? Да, абсолютно соглашусь, конечно, там, фамилии космонавтов, которые на орбите, мало кто может называть. И есть, наверное, ощущение того, что, да, там, очень часто происходят запуски, мы слышим о них, и, в общем, всё идёт там в штатном режиме. Но романтизм никуда не исчез. То есть дети и молодёжь, космос, небо, звёзды, для них всё равно это нечто неизведанное, и для большинства это недосягаемое. То есть космонавтами стать, может быть, некоторые и хотят, но понимают, что есть много объективных условий, по которым они не смогут это сделать. То есть романтизм никуда не ушёл, мечта никуда не ушла. Но, конечно, мы работаем с ребятами и рассказываем им о том, для того, чтобы стать словно космонавтом, необходимо сдать там 160 экзаменов, выучить столько-то языков, и для этого хорошо знать математику, физику, английский, химию. И это даёт понимание ребёнку о том, что, да, это сложно. Но когда ты говоришь, а кто бы хотел всё равно быть космонавтом, при условии, что всё сложится, конечно, есть интерес к этой специальности. Ну, много того на сегодняшний день, мне кажется, что такое вызывает двоякое осуждение деятельности этой отрасли, но мне кажется, что сама отрасль – это не только космонавты, это инженерные специальности, это конструкторы, это химики, это астрономы, это очень большой спектр специальностей. И дети, может быть, знают, что он не станет космонавтом, ну, наверное, я уже говорю о взрослых детях, о подростках, о молодёжи, но в сфере этой они ищут себя. Как пример, то есть у нас есть очень хорошие связи с Санкт-Петербургским институтом, собственно говоря, откуда вышло очень много космонавтов, военмех имени Устинова. И есть совместная программа, которую как раз для школьников, для старшеклассников, это такая инженерно-оборонная олимпиада по физике и математике. Так вот, мы её начали, конечно, недавно, вот прошло два года, и мы понимаем, что всё больше и больше ребят понимают, что, а, ну, это интересно и доступно. То есть когда ты понимаешь, что это, ну, совсем не для тебя, когда понимаешь, что это недоступно, никогда недоступно. А у нас хорошая практика, и этому можно, там, доверять условно. Вот в этом году мы по результатам этой олимпиады семь человек из Кирова поступили в военмех на бесплатное, то есть с полным пансионом, собственно говоря, и ребята там понимают, что, да, они будут инженерами, и в этой отрасли будут трудиться. То есть это просто нужно чуть больше информации, скорее всего, для того, чтобы понимать, сможешь ты или не сможешь, будешь ты космонавтом или не будешь. Ну и плюс мечта. Я надеюсь, услышатели наши сделают для себя выводы относительно... Да, все возможно. Светлана, ну вот смотрите, космос – это про будущее все равно до сих пор, да, это что-то такое, впереди будущее, да. Музей – это про прошлое. Вот как сейчас трансформируется вообще музейная деятельность, как это происходит на примере, собственно говоря, музея, у которого у вас вообще показательная ситуация, да, у вас историческое здание и современное, там, модерновое здание, и по архитектуре, и по компоновке, по всему. Как вы сочетаете, что происходит с музейным делом сейчас, как себя внутри ощущаете? Мне кажется, что в нашем городе уникальная ситуация вот именно из-за того, что мы имеем возможность показать историю и показать будущее сразу же. Это, конечно, ну, вот этот детский космический центр на сегодняшний день для нас, для нашего региона является очень привлекательным с точки зрения, там, и других регионов тоже. Мне кажется, что мы нашли в рамках своей концепции стратегии развития нашего учреждения те точки, которые нужно развивать для того, чтобы быть полезным и нашему региону, и, без сомнения, интересным, там, соседним региону. Это, ну, такое предпрофильное образование школьников, это музейное дело в чистом виде, это экспонаты, которые есть у нас, и они всё время пополняются. То есть так приятно бывает, когда люди, услышав о нас, там, услышав, там, посмотрев нас, приходят снова и говорят, а у меня есть вот такой вот экспонат от дедушки, прадедушки там остался. Мы очень тесно работаем с населением по пополнению наших фондов. Поэтому фондовые запасы у нас растут всё время в динамике. Ну, и уникальность, конечно, нашего центра ещё в том, что у нас есть планетарий. Это не только возможность получить какое-то первоначальное, либо чуть более углублённое знание о космосе. Это в том числе и связь напрямую с нашим образованием для того, чтобы дети могли получить уроки астрономии. Эти уроки разработаны нашими методистами совместно как раз с методобъединением учителей физики и астрономии. И вот эта часть, мне кажется, она очень перспективна. Когда молодой человек не на уроке у доски, а в планетарии видит и понимает, и ощущает всё то, что может дать ему какие-то знания, может быть, мотив к каким-то действиям дальнейшим, я думаю, что комплекс этих трёх вещей он может в результате считать наш центр как уникальной составляющей. Музейное дело как классика. Многофункциональный центр с точки зрения разных программ содержательных для школьников, молодёжи и взрослых. Это второе направление. И астрономия, планетарий, как такой уникальный вещь. Вы сказали о стратегии развития. Да. Какие цели Вы перед собой ставите? То есть к чему идёте? Ну, цель, конечно, у нас популяризация знаний, которые есть о космосе сейчас. Обязательной задачей является, как я уже сказала, предпрофессиональная подготовка. Ну, и сверхзадача мы очень хотим вырастить второго авиатского космонавта Виктор Петрович Савиных. Тот человек, который сделал очень много для того, чтобы появилось это здание у нас в Кирове. Ну, вообще для региона много сделано. И для региона, да, в том числе. Поэтому космонавт авиатской Земли, я думаю, конечно, он будет рождён в нашем детском космическом центре обязательно. Слушайте, ну, это прямо сверхзадача для стратегии такая. Да, ну, у нас ведь, ну, понимаете, вся стратегия, это все маленькие шажки. Вот мы начали, опять же, в допандемийный период, начали с того, что с первого года, как открылся центр, нашли контакты и вывезли детей на Байконур. Два года подряд на запуск ракет. Ну, то есть вы понимаете, что это, ну... По впечатлениям, да. Впечатление, да. И мотив очень хороший. Ну, вот у нас был молодой человек, который занимался у нас в клубе виртуальной космонавтикой. Мы его, как одного из лучших, возили на Байконур. И сейчас он учится на пилота гражданской авиации. Мы очень на него надеемся, как на нашего выпускника. Но в том числе, конечно, это каждодневный труд по поиску тех ребят, которым интересно. Именно поэтому в самом центре у нас около 10 кружков разной направленности. Это робототехника, что интересно, это макетирование, это, ну, авиамакетирование, это ракетостроение, это, ну, астрономия, естественно. То есть такие кружки, которые помогают развивать логику, техническую направленность деятельности. Ну, про Байконур – это, конечно, замечательная история. Я помню, я в своем детстве, в юности, так скажем, да, побывал на экскурсии в Звездном Городке. И это тоже незабываемое впечатление, когда нам показывали эту ванну, в которой они огромных, там, с нескольких этажей размером. Со станции «Салют», я до сих пор помню там макетом, с которым они отрабатывают. Все равно, ну, вот смотрите, считается, что сейчас современная молодежь, она там вся в гаджетах, в экранах, во всем, ни на что ты ее не отвлечешь, ни на какие экскурсии им неинтересны. Внимание сосредоточить они долго совсем не могут. Что вот об этом скажете? Как они себя ведут у вас? Как вы с ними там работаете с учетом этих особенностей? Ведь все равно надо чем-то привлекать. Да. По учебникам уже учить совсем сложно. Да, конечно. Нет, мы хорошо отдаем себе отчет в том, что это время не стоит на месте, мы не можем ходить с указочкой, показывать, это все не так проходит. Естественно, я уже говорила о том, что у нас есть экскурсоводы, которые работают с маленькими детьми, есть кто с инженерами взрослыми людьми, и для молодежи, ну, во-первых, у нас все молодые очень экскурсоводы, которые рассказываются очень увлекательно. То есть постоянный диалог, интерактив, удивительные факты, которые интересны молодым людям. У нас работает система артефакт, то есть точно так же ты можешь навести свой смартфон и по QR-коду, увидишь все об этом экспонате, который представлен. Это, ну, вот, как я уже сказала, возможности цифрового планетария, которые тоже у нас есть. Ну, и приезжали вот к нам со всей страны блогеры, да, и сказали, у вас очень интересно, потому что можно все трогать руками. В большинстве своем у нас много действительно интерактивных залов и возможности там поучаствовать в процессе. У нас не скучные экскурсии, это вот точно. Я всегда там раз в две недели бываю сама на экскурсии, обязательно смотрю. Вот как раз хочу спросить, что для вас самое удивительное в музее, вот так внутренне, вот прям, что удивляет больше всего? Ну, без сомнения, если по визуальному впечатлению, это наш планетарий. Если, а я историк по образованию, мне каждая вот эта гаечка, каждый ключик, каждая вот реликвия, каждая книжечка или вырезка из газеты, она для меня, как историка, представляет ценность. Я понимаю объективно, что это музейная ценность, это редкость, артефакт. Поэтому, когда приносят, вот я говорила уже об этом, люди свои находки, это очень интересно. Таким образом я познакомилась. Что из последнего? Вы знаете, я вот всегда рассказываю, у нас есть замечательный наш даритель. Пришел очень пожилой человек, попросил провести экскурсию, мы ему провели, он захотел со мной встретиться, мы поговорили очень много, ну он просто задавал вопросы, рассказывал, как у нас все происходит здесь. И оказалось, что он сотрудник научно-исследовательского института, и всю жизнь он собирал марки, связанные с космосом. Мы с фондами, с ним настолько подружились, что он вот в дар нам передал уникальную коллекцию марок о космосе, о космосе не только советском, российском, но и всех других стран. Это просто гениальное зрелище. Сейчас у нас как раз часть вот этой экспозиции есть. И Виктор Петрович вот приехал, посмотрел, говорит, ну вы обладатели просто уникальной коллекции. Очень рады, что вот такое доверие оказывают нам люди. Слушайте, ну здорово. Но вот не могу не спросить, вы сказали о том, что молодые экскурсоводы, молодые сотрудники, ну вообще в таком деле, как музейное, от людей очень многое зависит. От их отношения к тому, что они делают, от того, как встречают людей. И как набираете людей? Где берете ты их? Наверняка ведь зарплата не самая большая. Сфера культуры мы понимаем, в каком там состоянии. Как вы их собираете? Где находите? Не торопимся с подбором кадров. То есть каждый раз, когда человек приходит на собеседование, мы говорим в первую очередь о том, что это не работа с 9 до 6 условно. Это часть команды, которая должна принести, сделать определенный результат. Результатом конкретно каждый день это посетители, которым интересно и которые желают снова прийти к нам в музей. Поэтому подбираем очень тщательно. На сегодняшний день действительно экскурсоводы молодые, все очень грамотные. У нас работает научный сотрудник, удивительный тоже молодой человек, который настолько погружен сейчас в эту тему, что, ну я не знаю, может быть, нет больше в Кирове такого человека, который больше знает о космосе. А все остальные, вы правильно заметили, важно не только, как проведут экскурсии, а как встретят. То есть мы сразу говорили с людьми о том, что нужно именно так, чтобы людям было здесь комфортно. И люди, конечно, ушли, те, кто не совсем могут соблюдать какие-то регламенты, объявленные нами. И вот, и остались те, кто на сегодняшний день. А так ищем, конечно, сотрудников везде. Это и историки как профиль, это культурологи, это обязательно техники, инженеры. У нас сколько, большой коллектив? У нас 45 человек. 45 человек. Это на оба музея? Это на оба, да, конечно, музея. И это люди, которые там занимаются и планетариями, экскурсиями, и методистами, то есть вот, ну, и технический персонал, который помогает работе. Что касается гостей из других регионов. Да. Едут? Как попадают? Как приглашаете? Вообще много ли их? Интересно ли им? Вот был даже такой период, когда гостей из регионов было больше, чем кировских. Вот реально есть такой, ну, там, предмет для анализа, был такой предмет для анализа, вот подобная статистика. Когда кировским все время некогда, считают, что где-то под боком ты в любой момент можешь сходить, и ты обязательно позднее сходишь. Это как москвичи в театр, да? Да, да. А тут регионы, ну, как мы работаем? Мы работаем и через Министерство культуры всех регионов, и через туристические агентства, и работаем, естественно, через все те предприятия, организации, данного, вернее, ну, подобного профиля, которое есть на территориях. Мы их приглашаем. Лично я, конечно, достаточно много езжу на всероссийские мероприятия, презентую там на конференциях в «Звездном городке» или на конференциях там вузов каких-то московских. И вот это музейное сообщество, то есть, понятно, мы являемся членами ассоциации планетариев, членами ассоциации музеев и так далее у Петровского. Все это дает нам возможность получать, отдавать информацию и получать посетителей с других регионов. Ну, то есть много много? Много. Много. Особенно в последнее время, поскольку, ну, там, отдых за рубежом чуть стал менее доступен, поэтому вот эти семейные машинные туры, там, как мы их называем... Или это люди сами приезжают? Есть те, кто приезжают сами, есть те, кто приезжают организованно, да. А какие регионы? Ну, вот там избалованные приезжают, Москва, Питер? Конечно, да, приезжают, турпоезда приезжают тоже у нас всегда бывает. Мы с туристическим центром нашим плотно работаем. Конечно, ПФО в первую очередь. И Москва, и Питер, и, ну, очень много из Перми там, конечно, и по профилю, кто занимается, например, из Новосибирска, поскольку у них там планетарии, у нас тоже тесные связи, вот коллеги и так далее. Ну, то есть много. Очень коротко перед рекламной паузой. Что хотелось бы сделать или что хотелось бы получить вот в двух словах? Чего не хватает? Ну, в общем, все есть. Хотелось бы, конечно, чтобы... Ну, я не знаю, надо ли говорить пока о невозможном. Мы в 2018 году за неполный год пригласили к себе, и к нам пришли 140 тысяч человек. Это огромное количество людей. И, конечно, нам хочется, чтобы этих людей было больше. Эти цифры вернулись, и эти люди вернулись. Да, и только потому, что это очень интересно. И когда ты просто сидишь дома со своей семьей, а у тебя вот совсем недалеко такой прекрасный центр, нужно встать, выйти, посмотреть, что это такое. Даже если тебе космос не интересен. Ну, давайте, Светлана, будем надеяться, что кировчане нас услышат, и, собственно говоря, встанут с диванов и придут в ближайшие выходные к вам. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Это программа «Разговор по делу». Не переключайтесь, мы скоро будем снова с вами. Авторский проект Андрея Усенко «Разговор по делу». Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу». Веду я, Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Шумайлова Светлана, директор Музея Циолковского авиации и космонавтики, общеизвестного как Детский космический центр. В первой части программы мы, собственно говоря, о нем и говорили, о нем, о космонавтике. Мы завершили пожеланием и приглашением всем кировчанам стать его гостями или его постоянными посетителями. Но вот во второй части Светлана хотел бы поговорить с космическим центром. Ваша профессиональная деятельность не исчерпывается в течение жизни. Большая ее часть была посвящена работе с молодежью. Как и сейчас, собственно говоря, но просто в другой, может быть, форме. Уже разговаривали мы о том, что молодежь меняется. И это, наверное, естественный совершенно процесс. И каждое поколение отличается от другого. Недавно, собственно говоря, опять в повестке дня возник вопрос о законе, о молодежной политике. Вообще, что такое молодежная политика? Вот вы как это понимаете? Как с молодежью работать? Надо ли с ней работать? Каким образом? Вот что это за субъект такой? Ну, молодежь, на самом деле, в каждое, какое бы ни было время, молодежь прекрасная. Категория очень чиновничьей будет звучать, да, но это прекрасный круг людей, на мой взгляд, в котором рождается очень много идей. Надо ли им помогать? Нет. Надо ли их поддерживать, давать им возможность как-то каким-то образом проявить себя, да, нужны механизмы, при которых они могут получить какую-то свою самореализацию. Мне кажется так. Есть программы, они до сих пор существуют, с момента, когда я начинала работать, с начала этих программ, там, жилье для молодых семей, условно. Это программа, которая, да, может помочь молодым семьям на сегодняшний день, особенно если у вас детки маленькие, получить, ну, там, часть денег на собственную квартиру. Она может быть, хотя сейчас появилось очень много ипотечных механизмов, и она может быть не настолько актуальна, ну, либо не для большого количества людей в силу, там, отсутствия больших денег на эту программу. А вот молодые люди, которые только начинают своё становление, ищут себя, предложить им какие-то механизмы, связанные с выбором того или иного дела, направления, я думаю, что это может сделать молодёжная политика, ну, что, собственно, и делает. Немного поменялись подходы с того момента, когда я руководила молодёжной политикой. У нас много было на региональном уровне проектов, которые мы создавали самостоятельно, именно поэтому был закон региональной молодёжной политики, а федерального мы, вот, на моей памяти... Его не было. Его не было, да. Но вот сейчас он появился в том или ином виде, но, тем не менее, сейчас больше полномочий у федерального центра. Хорошо ли это? Для молодого человека это хорошо. То есть мы понимаем, что, имея возможность доступа в интернет, ты на любой федеральной площадке можешь зарегистрироваться, себя каким-то образом, презентовать свои идеи, свои мысли, проекты и включиться в сообщество единомышленников вот по той или иной теме. Это хорошо. То, что касается поддержки каких-то конкретных направлений, вот, например, военно-патриотическое направление всегда поддерживалось. Ну, вот, созданные региональные центры, на мой взгляд, Юнармия и все остальные механизмы дают тоже возможность. Она, кстати, тоже совместный проект с Юнармией, они у нас еженедельно бывают в центре. Это хорошо. Поэтому главное ведь, вот всегда раньше была проблема, проблема неинформированности молодежи. Сейчас я немного удивляюсь, когда эту же проблему где-то заявляют снова. На мой взгляд, имея там телефон в руке, интернет, не может быть никаких проблем, связанных с неинформированностью. Ну, вот смотрите, хочу задать вам вопрос, на который вы, наверное, так более свободно сможете ответить, нежели чем, если бы непосредственно этим занимались. Я в свое время, будучи секретарем общественной палаты, мы этот вопрос обсуждали, молодежной политики, все. Я говорил, что тогда, ну, вот на мой взгляд, это мое личное мнение, я считаю, что, ну, собственно говоря, работа с молодежью немножко, ну, неправильно у нас построена. Мы ее рассматриваем как социальную группу. Ну, вот государство привыкло, ему так удобно, да, всех определить по социальным группам, молодые родители, молодежь, там, пенсионеры, и дальше дробить, дробить, дробить. И, собственно говоря, вся работа на этом принципе построена, да, мы определяем молодежь как социальную группу, и мы думаем, что с этой социальной группой делать. А я в свое время говорил о том, что, на мой взгляд, молодежь, это не социальная группа, это ресурс. Вот совсем цинично, но, условно говоря, как нефть. У нас нефти нет, но есть молодежь. Чтобы нефть добыть, надо вложиться, создать инфраструктуру, и тогда можно за счет нефти, условно говоря, получать определенную выгоду. Вот мне кажется, что надо так же относиться. Да, надо вложиться, да, надо создать условия, да, надо вот эту инфраструктуру добычи, передачи всего обеспечить, и тогда она начинает на тебя работать. Вот нет ли здесь заковыки, когда мы создаем сначала сущность, определяем ее, а потом начинаем думать, что же с ней делать-то? Ну, проблема инфраструктуры для молодежи, это вот, я не знаю, Причем язык, много лет. Вот точно, да. Потому что, к сожалению, очень сложно, всегда было приземлить тему инфраструктуры, потому что не было вот этого федерального закона, ну, как механизма, да, при котором все это вообще имеет место быть, и вообще признается, и возможно. Я надеюсь, что сейчас все лучше. Я, конечно, так глубоко сейчас за молодежной политикой не наблюдаю, но без сомнения вижу механизмы, которые могли бы помочь молодым людям. Надо дать им... Ну, сейчас действительно очень много сетевых проектов, которые происходят внутри самой сети, но меня, как маму, очень беспокоит момент, как они будут выходить, находить друг друга, общаться, жениться и так далее. Поэтому... Сидя в сети. Сидя, да, только в сети. Поэтому вот тема живого общения, мне кажется, она через какое-то время встанет еще острее, потом будет как проблема, которую мы начнем решать. Поэтому можно это делать параллельно, например. И как раз те организации или учреждения молодежной политики могут ее максимально решать. Ну, вот смотрите, с ваших времен что-то изменилось? Вот вы... Ну, все равно, так или иначе, там, дети, молодые люди, для вас одна, ну, такой костяк аудитории, в том числе, да? Да. Вот вы по ним видите или по происходящему вокруг, что, там, ну, там, за 10 лет, там, чуть больше, да? В этой сфере что-то изменилось? Ну, вот я обозначила, на мой взгляд, такой принципиальный подход, был региональный, стал федеральный, и я рассматриваю это как плюс. и в связи с этим расширение возможностей молодых людей, передвижение по стране. Мы как-то с вами очень давно, Андрей Леонидович, говорили о том, что вообще, вот если бы, я хорошо это запомнила, если бы у детей была возможность, у молодежи, вернее, больше двигаться, узнавать, видеть, там, и региональные, и зарубежные поездки, у них бы расширялось сознание, и они видели бы хорошие образцы. Да, это можно все посмотреть в интернете, но это совсем не то. Поэтому, пожалуй, вот это отличие, которое я считаю таким качественным скачком, надо только с этим работать дальше, углублять. Что для вас, вот сейчас тоже короткие вопросы, будем уже завершать, к сожалению, программа проходит быстро. Вот, не знаю, не то чтобы самое яркое, а самое, ну, вот такое глубокое воспоминание, или, может быть, впечатление, вот от того периода работы, вот что осталось прямо в памяти, как ощущение, может быть, да, не события, а вот ощущения. Ну, ощущение команды, работы в команде, то есть, все то, что было в молодежке, это команда единомышленника. никому не было настолько важно, сколько ты получаешь, или настолько важно, там, там, тратишь ли ты свое личное время, или только рабочее. Это, ну, такое волонтерство вместе с твоей душой. Поэтому я считаю, что, вот, в моей молодежке это команда единомышленников, которые с удовольствием делали то дело, которое они делают. Ну, как, собственно говоря, дела обстоят и сейчас, насколько я понимаю. Ну, да, да, конечно. Ну, тогда, завершая программу, я искренне хочу вам пожелать, чтобы, каким бы делом в жизни вы не занимались, а программа наша называется «Разговор по делу», вот, с вами всегда была ваша команда. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое за участие. Это была, как я уже сказал, программа «Разговор по делу», «Разговор по делу», вел ее я, Андрей Усенко. В гостях у меня была Светлана Шмайлова, директор, позволю себе в конце сказать, детского космического центра. Спасибо. Всего доброго. До свидания. «Разговор по делу».